Приветствую. Это такой секретный человек, Дмитрий Новиков, которого, чьей продукцией все пользуются, но который, по-моему, никогда не появлялся в каком-то публичном пространстве, или я, во всяком случае, об этом не знаю. Вы выступали где-то на каких-то вебинарах, семинарах, нет, Дмитрий? Да, нет особо. Там было пару раз, когда я запускал краудфандинг в восемнадцатом году. В девятнадцатом. В девятнадцатом. На сценарных питчингах, типа, я там выступал. А вообще как-то стараюсь держаться в тени. Но Дмитрий разработчик программы Кит-Сценарист. И Кит-Сценарист это стандарт для... Стандартная, что называется, программная... Стандартная программа для русскоязычного сценариста. То есть это стандарт индустрии. Для американской индустрии это Final Draft. Они есть, да, то есть и тоже ими можно пользоваться. Я пробовал и Final Draft, я пробовал и этот самый, господи, и Celtics. Но в России и вообще в русскоязычной сценарной индустрии Кит-Сценарист все пользуются Китом. Очень удобная программа. И Дмитрий, в общем, отзывчив и легко и быстро отзывается на какие-то вопросы людей, которые пользуются этой программой. И я ее всячески пропагандирую. И в нашей мастерской тоже. Все наши выпускники, все выпускники сценарной мастерской пользуются вашей программой. Итак, давайте, расскажите нам о том, об истории создания Кита. И если, ребята, у вас есть, будут какие-то вопросы по Киту, то тоже задавайте, пишите в комментарии. Окей. Хорошо. Спасибо вам большое за приглашение. Для меня это было неожиданностью. Ну да, я вообще как-то нечасто где-то там свечусь, где-то выступаю, что-то делаю. Я больше про то, чтобы закрыться здесь в своей комнате и тихонечко сидеть, создавать, творчеством заниматься. Поэтому, да. Но это прикольно, это интересно. Я подумал, конечно, с удовольствием присоединюсь. И расскажу всем немного, наверное, у меня будет выступление отличаться от всех остальных спикеров, потому что я как бы не изнутри. Я больше не то чтобы сбоку, но как бы сверху, что ли. Я сам не погружен вглубь всех этих процессов. Ну, создаю продукт, короче говоря. И мое выступление, оно будет скорее больше о продукте и обо мне. Это будет эдакая история. Как я себе это представляю, по крайней мере. Путь героя. Ну, я надеюсь. Да, история с разными сюжетными поворотами и падениями, и подъемами, но которая еще не закончилась. И я надеюсь, мы все вместе будем наблюдать, как она будет развиваться дальше. Итак, всем привет. Меня зовут Дмитрий. Вы, наверное, меня знаете как Димку. Может быть, это такой прикол с каких-то университетских годов. Так себя называть. Но мне это нравится, и до сих пор я так везде подписываюсь. Всегда ваш, всегда с улыбкой, Димка. Новик. Вот, я вообще сам сибиряк, из Красноярска. Закончил Сибирскую аэрокосмическую академию по специальности программиста. И всю свою сознательную жизнь, в принципе, уже, наверное, больше 15 лет я занимаюсь программированием. Как вообще я попал в тему кино, в тему сценарного дела? Может, кто-то слышал эту историю, может, нет. Но это был 2013 год. Мы тогда с супругой переехали в Москву, из Калининграда. Я вообще немножко полетал по стране, и потом в 2013 году мы переехали в Москву, и здесь я фрилансил какое-то время. Я, значит, искал проекты, и один раз мне написал второй режиссер, типа, «Дима, привет, давайте там обсудим возможность создания программы для автоматизации производства». Ну, составляйте КПП, вот это все, наверняка всем это знакомо. Я был крайне далек от темы, но мне показалось это интересным. Я немножко поресерчил вопрос и приехал навстречу. Мы встретились, пообщались. На тот момент в России все работали в Word, и Word, по сути, и сейчас остается моим основным конкурентом. Вот. Но, тем не менее, мне рассказал режиссер про тот софт, который существовал на тот момент, которым пользовались там в Америке где-то еще, сценарный, про софт для планирования, про софт для бюджетирования. Всю эту тему в меня погрузил. Я на какое-то время ушел в раздумья, чтобы оценить как-то трудозатраты и бюджеты на те идеи, которые он хотел сделать. Оценил, выдал ему. Он сказал, хорошо, я подумаю, и больше не выходил на связь. Вот. Но меня заинтересовала эта история. Я посмотрел на софт для сценаристов. Мне показался этот проект достаточно подъемным, небольшим в то время, когда я первый раз на него посмотрел. И еще это совпало с одной моей такой еще студенческой мечтой поучаствовать в каком-то open-source проекте. Open-source – это программное обеспечение, исходный код которого полностью открыт. Он распространяется бесплатно. Ну, то есть ты работаешь и всем бесплатно отдаешь свои труды. Вот. И мне очень хотелось в чем-то таком поучаствовать, но никуда подключиться не получалось. Мне не нравились какие-то там разные вещи. Я подумал, что небольшой проект, которым можно заняться и в котором можно попробовать себя вот на этом поприще. Вот. Я, значит, нашел форум сценаристов screenwriter.ru и написал туда эту тему свою, которая живет до сих пор. Там иногда еще какие-то обсуждения возникают. Уже прошло 9 лет. Я туда написал типа «Ребята, привет! Я там Дим Коновиков. У меня есть идея. Я вот хочу создать софт. Поделитесь своими размышлениями о том, что вы используете, какие бывают программы вообще, что вам нравится, что не нравится, чего бы вы хотели добавить к существующим там решениям или как можно сделать вашу работу». В общем, эдакий кастомер-девелопмент начался. Я начал общаться активно с авторами и потихонечку, помаленечку начал фоном работать над программой. Изначально, смотря на всех конкурентов, которые были там вокруг, я видел, что, по сути, такое приложение для авторов – это некий текстовый редактор, который позволяет автоматизировать процесс чисто оформления сценария. То есть в России там такой стандарт, такой шаблон, в Америке такой шаблон, в Израиле такой шаблон. Ну и программа – это позволяет просто описание действия, реплики, заголовки сцен и так далее расставлять нужным образом, добавляя немного автоматизации в виде выпадающих списков имен персонажей, локаций, место и время действия. Ну и вот какое-то время, по-моему, месяцев 9, мне понадобилось на то, чтобы прийти к какой-то первой версии. На 3-4 месяца я выпал где-то из того форума, и было интересно смотреть, как ребята начали писать. Ну что, типа, куда пропал, где результаты, где чего. Все, загнулся проект. Вот, и вдвойне интереснее было потом представить публике первые плоды. В 2014 году вышла первая версия, которая была очень простая, не очень стабильная и, ну, такая MVP, что можно сказать в современном мире. Она умела делать небольшие вещи, она умела оформлять сценарий нужным образом и выгружать его в RTF-формат. Вот. Начали подключаться к проекту все больше и больше там авторов, к этой ветке на форуме все больше людей начали там присылать какие-то фидбэки, разные сообщения, предложения, улучшения. Я это все начал выписывать в отдельный файл. И вот сейчас, если я его открою, там что-то типа 80 страниц. Ну, такой вордовский документик, которым 80 страниц. Я просто вот из текущей точки оцениваю тот свой взгляд на то, что проект небольшой. И то, что я узнал, погрузившись очень глубоко в проект, то, конечно, это совсем не соответствовало реальности тот мой первый взгляд. Но, наверное, благодаря этому и совершаются какие-то такие, я не знаю, проекты, рывки, когда ты думаешь, да, ладно, сейчас что-нибудь сделаю, начинаешь делать, делать. А ты даже не знаешь, что за этим поворотом тебя ждет. И ты такой юный, бесстрашный, грудью на амбразуру. И, в принципе, что-то получается. Вот. И после того, как появилась эта первая версия, я потихоньку начал ее развивать. Это была просто эйфория, когда ты делаешь какую-то вещь, которая полезна для других людей, которая помогает им решать какие-то их вещи. И они приходят и отдают тебе, приходят и пишут, типа, Дима, спасибо, так круто, ты там сделал это приложение, оно упрощает мне жизнь, там, и так далее. Я вот там здесь уже написал. У меня было просто, я был, я просто витал, там, я не знаю, на небе от счастья. И там очень, ну, и сразу гораздо больше свободного времени начала занимать работа над проектом. Я выкладывался, вкладывался вообще, как только мог. По сути, я работал на основной работе. Ну, к тому моменту, когда вышла уже первая версия, я уже не фрилансил, я пошел в офис. Я работал в офисе и занимался китом, ну, исключительно в свободное время. Где-то там по утрам, где-то по вечерам, где-то по выходным. Таким образом, немножко отбирая там своего личного времени и принося его сюда. Но тот выхлоп, те вот эти первые отклики, которые давал проект, они нейтрализовывали, компенсировали все те затраты, которые я в него вкладывал. И давали гораздо больше. Это было что-то такое, прям, я даже до сих пор вспоминаю, с трепетом, с таким. И вот, значит, потом программа постепенно выползла за пределы этого форума, на другие форумы, в социальные сети, куда-то еще начали появляться все новые и новые люди. Функционал разрастался сильнее и сильнее. И потом в шестнадцатом году, получается, программа, появились первые локализации. Но сначала там была только русская версия, и все, программы даже нельзя было выбрать там, типа, английский язык, чтобы на ней включить. Но в шестнадцатом году я подумал, почему нет, попробую пригласить каких-нибудь англоязычных ребят, попробовать программу. В принципе, я вижу конкурентов, вот они все, и кит там не уступает в каких-то моментах, даже может быть, лучше, чем другой софт. Почему нет, попробую. Написал тоже на несколько зарубежных форумов, ребята откликнули с интересом. Я сделал локализацию на английский, и с этого момента началась такая, можно сказать, международная история проекта. Он уже так перешагнул границы нашей страны, там СНГ, каких-то ближайших к нам стран, и уже полетел фидбэк, уже полетели какие-то хотелки, какие-то идеи, как можно улучшить софт с точки зрения вещей, которые, например, в России даже совершенно не используются. Ну, или не использовались в тот момент, по крайней мере. Вот, на протяжении всего этого времени я так и продолжал полностью бесплатно это все распространять, весь код был в открытом доступе. И такой интересный момент, что я там менял работы в течение этого времени, и на каждом следующем собеседовании на мое резюме практически никто не смотрел. Ну, у меня там было дописано, типа, я там работал на таких-то, таких-то работах, и вот по сей день являюсь автором проекта «Сценарист», там ссылочка и все такое. И на всех собеседованиях, ну, практически на всех, меня просто спрашивали, ну, что, Дим, расскажи, вот что это за проект такой у тебя? И я рассказываю людям то, что я вот здесь сам там проектирую, сам программирую, сам дизайн от программиста рисую, с людьми общаюсь, и, ну, и практически всегда, я не знаю, может быть это, может быть что-то другое, но собеседования завершались успешно. Вот, и постепенно, выйдя на международный рынок, проект рос все сильнее, отнимал времени все больше, и я начал думать о том, что, наверное, как-то неправильно, когда не происходит, знаете, эдакий обмен энергии. Ну, когда на первых порах вот люди приходили и говорили, типа, Дим, спасибо большое, программа класс, то это заряжало прям вообще. Ну, это и сейчас заряжает, но уже нет той эйфории, потому что есть понимание, что да, я вложил сюда огромное количество труда, я вложил сюда огромное количество там пота и слез в какие-то моменты, да, что я жертвую там чем-то, чтобы давать это, например, ну, в то время, пока я работал на основной работе и там отжирал свое время на выходных, чтобы посидеть, походить, чем-то позаниматься. Я начал думать о том, чтобы как-то монетизировать приложение, и в параллели с этим начали поступать запросы от пользователей о том, что вот клево бы сделать возможность нескольким авторам совместно работать над проектом. Я начал смотреть в эту сторону, и в 2017 году появились какие-то уже первые там наброски облачного сервиса на коленке, который, ну, типа как Google Docs, позволял нескольким авторам работать одновременно над своими текстами, и который, в принципе, и по сей день существует со своими там косячками, со своими некоторыми проблемами, над которыми я работаю, но об этом вернемся позже. И в 2017 году вот произошел такой небольшой переворот в отношении к проекту, например. Ну, это, всему этому предшествовало такое значительное увеличение времени, которыми я этим проектом занимался. Причем, если сначала, когда я только запускал это и приходил там первый фидбэк, основную часть времени я тратил на то, чтобы, ну, что-то программировать, создавать новые штуки, ну, заниматься творчеством, то ближе вот к этому времени уже половину, наверное, времени, которое я тратил на проект, занимал там общение с пользователями, объяснение каких-то вещей, как что работает. В общем, потихоньку начинал утопать в нем, но еще не предчувствовал, к чему это приведет дальше. Вот. Еще 2017 год для меня был интересен не только тем, что получилось запустить там первые попытки своих монетизации этого проекта, а еще у меня в этот год произошел такой, не знаю, связано ли это было с проектом или нет, но у меня произошел некий ментальный сдвиг. Был такой у меня случай, что, ну, сначала я заказывал, типа, когда мы придумали название, я там нашел в России фрилансера и сделал для него логотип, который там долго использовался, там какие-то сценарист, там типа сценарий превращающийся в пленку, такая буква С завернутая. Вот. Но он был такой простой, на какие-то свои деньги я там нанял человека, он его сделал. Вообще, по натуре я человек, который очень любит, вот, чтобы все было красиво здесь, там, все на своих местах, цветовые сочетания и все такое, но сам я не художник, хоть и порвался там много раз куда-то пойти в дизайн, заниматься чем-то таким, вот у самого у меня не получается. Но я собираю коллекции там всяких красивых иконок, красивых изображений, иллюстраций, чего-то еще, у меня есть там коллекция. И у меня был набор иконок одного дизайнера, которые мне очень нравились. И в 2017-м что-то мне стукнуло в голову, и я подумал, ну, допустим, вот этот чувак, который рисует картинки, которые мне очень нравятся, сидит там где-то в Индонезии. Ну, почему бы ему не написать и не спросить, сколько будет стоить сделать логотип для нас? И я, в общем, еще в интернете каким-то образом нахожу его контакты, нахожу человека вообще по картинкам, по его дизайнам, пишу ему сообщения типа, эй, чувак, привет, я такой-то, такой-то делаю, вот такой проект для авторов. «Сможешь ли чего-нибудь придумать? Мне нравятся твои работы, сможешь ли чего-нибудь придумать?» И просто через два дня он мне отвечает и присылает набросок этого логотипа, даже не попросив денег за это вообще. Для меня тогда это было чем-то очень странным, знаете, когда вот ты кем-то любуешься, смотришь на него, и долго боишься с ним даже заговорить, просто вот он тебе нравится. И боишься заговорить не потому, что там ты не умеешь говорить, а просто ты думаешь, что он недосягаем. И тут между вами пропасть вот так соединяется, и ты понимаешь, что в принципе-то можно поговорить с любым человеком. И все люди, они доступны в принципе, и каждый из них, ну, там, конечно, по-своему ответит, но он тебе ответит, ты всегда можешь найти контакт. Здесь человек присылает мне просто наброски, я ему говорю, круто, а можешь еще вот такие цвета взять? Он берет эти цвета, я говорю, как тебя можно благодарить? Он такой, да, типа, если хочешь, там, что-нибудь мне на PayPal закинь, да и все. И с того дня, ну, для меня просто не было, наверное, никаких барьеров, когда нужно найти какого-то человека, выйти с ним на связь и, ну, там, обговорить с ним что-то, написать ему, спросить советы там или чего-то еще. В этом же 2017 году ко мне присоединился для работы над проектом человек, тогда он еще был студентом, Алексея его звали, и, в общем, мы вдвоем с ним что-то там делали и решили, что нам обязательно нужен маскот, какой-нибудь талисман, приложение. Мы поняли, что это обязательно должен быть кот, потому что все авторы любят котов. Александр не даст соврать. И у меня в моей коллекции этих картинок также была картиночка одного из авторов, который рисовал всяких разных персонажей. Там были какие-то брокколи, картошки, но они были нарисованы очень прикольно. В общем, меня все время воодушевляла эта картинка, такие позитивные. Я думаю, надо написать, надо найти, кто это, что это за человек и написать ему. Так оказался Винченцо Валзаман, он вообще был в Штатах и рисовал, ну, тоже всякие такие картиночки, иллюстрации. Я уже, имея предыдущий опыт, просто пишу Винченцо, привет, я кайфую там от твоих картинок, давай придумаем что-нибудь для нас. Мы вот хотим котика нарисовать. И с ним было то же самое. Он тоже буквально в следующем письме написал, привет, Димка. У меня там подписка на английском тоже Димка. Они думают, может, что это какое-то отдельное имя, не Дмитрий. Ну, в общем, не суть. Он мне пишет, привет, Димка, зацени, вот мои наброски. В итоге он нарисовал очень крутые картинки. Сначала он там прислал карандашные рисунки, просил 150 баксов за цветную иллюстрацию. В общем, я выделил, отправил ему, и он нарисовал вот набор картинок. И потом нужно было придумать коту имя. Но долго думать не пришлось, потому что как раз в это время я видел, как Александр гремел, во-первых, из каждого утюга со своими движухами, а во-вторых, он везде пиарил и распространял информацию о том, что, эй, чуваки, вот эта программа, надо ей пользоваться. И я подумал, ну, все понятно, значит, нашего кота будут звать как Александр. И с тех пор у нас появился кот Александр. Я не знаю, знали ли вы об этом или нет, Александр, но это вот такой мой привет вам. Это очень приятно, я этого не знал. Спасибо. И, значит, ну, уже, как вы, наверное, заметили, к проекту, ну, помимо того, что заниматься там развитием проекта, какой-то его поддержкой, уже хотелось заниматься какими-то штуками, ну, делать его каким-то объемным, добавлять туда какую-то историю. Не просто там программа, которую там Дима сделал, а делать из этого, ну, действительно, проект, продукт. И в 2017 году после всех вот этих художественных историй появляется, удалось на основе всего того, что существовало, создать мобильную версию, появились какие-то там первые вещи, и я все ближе и ближе подходил к краю доступных мне, данных мне богом возможностей, потому что количество пользователей, количество людей, которые писали мне, ну, и хотели там задать вопрос, что-то уточнить или там просто пообщаться, предложить идеи, оно просто росло вот стремительной скоростью вверх, знаете, этот график клюшки, когда с какого-то момента все начинает просто очень сильно обостряться. Я к этому был не готов, и кроме того, я не замечал, как, ну, вот это усиление постепенно, постепенно, постепенно отбирает все больше и больше и больше моей свободы, там, личного времени, и у меня уже практически не оставалось выходных. У меня начались конфликты здесь дома с супругой, которые, ну, очень сильно, в том числе, подорвали здоровье мое. Короче, в 2018 год я входил, ну, не знаю, если не сказать, что на дне, ну, то где-то очень рядом с ним просто здоровье не в хлам, дела близкие к разводу, я не успеваю ни черта сделать ни здесь, ни на своей основной работе. Короче, ну, была просто жесть. Но проблема была в том, что я никак не мог бросить это все. Ну, то есть, например, там, самое простое решение, например, я бросаю это все, ну, и как-то все устаканивается. Но не то, что не хотелось бросать, мне нравится всем этим заниматься, и мне нравилось, и я там с удовольствием стою в 5-6 утра, чтобы, пока все спят, просто сесть и писать код, и создавать какие-то фичи, чтобы, там, вы могли, там, на 2 минуты меньше тратить своего времени, переработать с проектом или, там, что-то еще, где-то исправлять какие-то ошибки, ну, улучшать проект. И, короче, смотря на всю складывающуюся ситуацию, я понял, что, ну, нужно принимать какие-то более радикальные меры. И, в общем, тогда я запустил кронфандинг, на котором, чего я хотел? Я хотел сделать так, чтобы авторы имели возможность продолжать бесплатно работать с проектом, а я мог иметь возможность заниматься только проектом. Ну, грубо говоря, комьюнити финансирует разработку, и ты идешь и развиваешь дальше этот свой open-source проект. И мне казалось это посильным, потому что количество, там, активных пользователей к тому моменту уже, там, переваливало за 10 тысяч. Было очень много людей, было очень много обращений. И я прикинул, там, примерную смету, как двигаться дальше. И кроме того, что у меня были какие-то организационные проблемы, там, ну, и семейные, еще очень ярко обострился момент в самом софте. То есть изначально, когда я начинал создавать проект, он виделся мне как некий небольшой текстовый редактор, который позволяет, ну, работать с каким-то текстовым документом, здесь что-то писать, оформлять его. Но все больше и больше, погружаясь в проект, я видел, что, ну, собственно, написание сценария – это не самая большая часть работы над проектом, это одно. А второе, что все больше и больше проектов появлялось сериальных, и нужны были возможности для работы сразу со многими сценариями. Ну, когда ты не хранишь каждую, там, серию, ну, когда ты не работаешь с каждой серией отдельно, и когда тебе, ну, вот с текущей архитектурой, там, кита, приходится для каждой серии заново писать список персонажей. Если ты хочешь добавить, там, какое-то развитие к описанию его личности или чего-то еще, во всех, там, остальных семи сериях у тебя это не обновится, и нужно за этим как-то следить. И я понял, что архитектура, которую изначально я выбирал, она не годится. И в дополнение к тому, что ее было сложно расширять, тот функционал, который там уже внутри был, типа там, ну, пробковая доска, на которой можно карточки сцен потасовать, он очень сильно упирался в функциональное ограничение вот той архитектуры, на которой он был завязан. То есть, по сути, там все крутилось вокруг текста. И, ну, сейчас немного технической такой штучки. И чтобы переставить карточки местами, нужно было, грубо говоря, сходить в текст, ну, на программном уровне, вырезать там определенный кусок текста и переставить его в другое место. Это, ну, там где-то может быть пропущен перенос строки или что-то еще. И это очень сильно увеличивает сложность того продукта, который там внутри должен быть. То есть, уровень абстракции недостаточно абстрактный, если так можно сказать. И вот вкупе все эти вещи как раз и сподвигли меня на то, чтобы запустить краудфандинг. Я думал, что сейчас в легкую соберем миллион, и у меня будет достаточно ресурсов, чтобы бросить там все работы и там полмесяц, полгода заниматься чисто этим проектом, перекромсать архитектуру, сделать, чтобы все было красиво, добавить там определенные фичи и заодно перейти на модель финансирования, когда типа есть платная версия, и в ней доступны все самые последние новые фичи, которые только есть в приложении. Есть бесплатная версия, которая на одно обновление как бы отстает от текущей. И таким образом, когда выходит следующая новая версия, те, у кого есть платные аккаунты, они работают с ней. А те, у кого нет платных аккаунтов, они все равно получают, считай, обновление, которое было на шаг назад. Но что-то пошло не так, и, видимо, я переоценивал себя или комьюнити. Я уж не знаю, в чем проблема была, но краунфандинг зафейлился. Я не смог собрать и половины от того, что мне было необходимо. И для меня это было, ну, такое типа, Дима, открой глаза на то, что происходит. Не все так розово, не все так просто, как думаешь. И не получится сейчас вот так вот просто попросив там людей и, сказав им о своих проблемах, решить их. Думая потом вообще о том, что произошло, когда провалилась вся эта моя затея, я пришел к мысли о том, что, возможно, я неправильно позиционировал всю эту историю с точки зрения своих болей. То есть я рассказывал скорее про то, как это было бы... Ну, то есть вся эта история, которую я хотел осуществить, она, в принципе, вин-вин. И для меня, потому что я занимаюсь этим проектом так, как я хочу, занимаясь своим творчеством. И для авторов это тоже вин, потому что они получают, ну, по сути, там, за какой-то символический взнос в размере трех тысяч рублей, на тот момент, или двух, софт, который постоянно обновляется, и человек над ним работает. Но я это показывал, видимо, не в том ключе, и оно не сработало. И стукнуло меня по голове, заставив вновь переосмыслить вообще, что здесь происходит, как дальше с этим жить, и думать о том, как двигаться дальше. Конечно, у меня там посещали разные мысли, типа, догоряя оно все синим пламенем, не доставайся же ты никому, удалить это все отовсюду и ничего с этим не делать. Но как-то я подумал, что это будет неправильно, ведь этот проект, он приносит мне счастье, потому что я занимаюсь им от души, и душу в него вкладываю. И для меня это было бы, наверное, еще большей утратой, чем для других, если бы я все это забросил. Поэтому я решаю взять тайм-аут, ухожу на некоторое время, чтобы подумать над тем, что произошло, и через месяц, по-моему, или через два после того, после провала, короче, кронфандинга я возвращаюсь с предложением о том, что я буду делать новый софт. Это будет другой продукт, который, по сути, является продолжением кита-сценариста, но он не будет полностью бесплатным. В нем будет большая часть функционала, которая есть в ките, бесплатно, но другая часть, она будет платна. Это раз. А во-вторых, он изменит все проблемы, которые существовали в моменте, на 2019 год, да и сейчас, по сути, существуют в ките. И я решил, что перерабатывать кит, это будет по времени столько же затрат, но по нервам гораздо более сильнее, чем если начать создавать что-то новое с нуля. И, по сути, в 2021 году, полтора года спустя, после того, как это решение было принято, появились уже какие-то первые версии кита 2.0, который называется Story Architect. Это, ну, можно сказать, во всех смыслах, следующее поколение кита, которое не на один шаг, а на много шагов впереди, которым решены все проблемы архитектурного плана. В общем, там не возникнет... Ну, по сути, я взял весь опыт, который я накостылял за 6 лет с китом. Все проблемы, которые у меня там были, все косяки, все неудобства, все заморочки, которые случались на протяжении всех вот этих вот лет. Отступил на шаг назад, посмотрел, как все это можно исправить, как все это можно улучшить, переконструировал себя, можно сказать. Такой пример, который я привожу людям, когда они спрашивают, почему вот нельзя было это сделать с китом. Потому что если ты на даче строишь двухэтажный дом, ты для него закладываешь фундамент. Вот для софта таким фундаментом является его архитектура, как она устроена изнутри. И на фундаменте двухэтажного дома ты не построишь небоскреб. И также здесь на архитектуре простого текстового редактора невозможно построить более гибкую систему, ну, не управления проектами, но что-то типа того. Поэтому, да, я выкинул кита, взял, открыл пустой текстовый документ и начал туда писать код. Это заняло много времени. Я продолжал работать и заниматься этим в свободные минутки, в свободные вечера. Запустился. Сегодняшняя конференция очень интересно в пику идет, потому что буквально в этом месяце уже выходит версия Старка, как мы его сокращенно называем, которая функционально на 95% заменяет кита. И с следующего месяца уже поддержка кита останавливается, и мы начнем всех пользователей кита постепенно переводить на новые рельсы, на новый софт. Но кит, он остается, он заморожен в том состоянии, в котором он вот на конец октября будет существовать. Там будет еще одно последнее обновление. И все. Да. И, значит, уходя в работу над новым проектом, я принял решение, что сам буду его финансировать. И посчитал, посмотрел. Мне кажется, что здесь есть все шансы выйти на самоокупаемость, сделать из этого нормальный бизнес, который будет опять win-win, но не из серии донатов, каких-то там еще вещей, когда, по сути, ты зависишь от того, какое настроение у людей хотят они пользоваться, но хотят они донатить или не хотят. А здесь это нормальный полноценный бизнес, который позволит и с другой стороны развивать свободную часть этого проекта, который смогут пользоваться все там, начиная от студентов, да, начинающих людей, которым нужен инструмент для того, чтобы работать над киносценарием. Вот в 2022 году, в начале 2022 года у меня произошел следующий этап такого моего пути, когда, знаете, ты вот что-то делаешь, и оно все время немного как будто не да. то тебе времени не хватает, то тебе чего-то еще не хватает, людей не хватает, ресурсов не хватает, и ты не можешь понять, не устал ли ты от этого, не мертвая ли эта лошадь, знаете, когда-нибудь это закончится, когда-нибудь ты придешь к цели, к которой ты там хочешь прийти, даст ли он тебе то, чего ты от него ждешь. И я подумал, и мы подумали, и я решил, в общем, мы с супругой обсудили, у меня были небольшие сбережения, которых хватало, в принципе, на год жизни, и я решил, что, ну, и мы вместе решили, не я решил, конечно, спасибо ей большое, она очень меня поддержала в тот момент, мы решили попробовать закрыть все вопросы с постоянной работой, и чтобы я целиком сконцентрировался на проекте, плюс за время краудфандинга и после ко мне присоединился там еще один человек, который тоже сейчас, по сути, является кофаундером вот этого нового проекта, который поддерживает постоянно, и мы решили, что надо попробовать откладывать постоянно и ждать маны небесной, там, помощи откуда-то извне успешного краудфандинга и чего-то еще можно там бесконечно долго, но если вот все-таки эта возможность есть, есть там ресурсы на год жизни, то горе оно все, да, пошло оно все к черту, давай попробуем, и, короче говоря, в начале февраля я увольняюсь с работы, чтобы полностью сконцентрироваться на своем проекте, и потом случается 23 февраля, и мои планы немножко пошатнулись, я пребывал в таком очень странном состоянии, когда, с одной стороны, ты получаешь такую свободу, ты волен целыми днями напролет заниматься своим творчеством, но, с другой стороны, ты просто ошарашен происходящим вокруг, и ты, ну, и твои планы на какой-то международный продукт, они, по сути, там, ну, просто ломаются. Буду постараться, постараюсь цензурно выражаться. И я какое-то время попереживал, но в итоге я подумал, что, да блин, сейчас так, потом по-другому, буду делать дальше, буду заниматься тем, что у меня есть, буду делать то, что я умею делать лучше всего, и то, что я люблю, и просто буду развивать дальше свой проект, буду им заниматься, а, как бы, решение уже принято, что там, ну, типа, что переживать? Все, поехали дальше, садимся, едем. И, короче, при помощи работы над проектом, при помощи всех людей вокруг, при помощи пользователей, при помощи фидбэка, все это как-то помогло войти в нормальную струю, сконцентрироваться, и, в принципе, сейчас продолжаю фигачить, довольно активно. Мои планы, конечно, все это подшатнуло, примерно на полтора месяца у меня сейчас задержка, в конце лета должна была быть уже стабильная версия, которая заменяла бы кита, но ничего, мы движемся к цели, и эта цель уже вот прямо на горизонте, на горизонте 15 дней, я бы даже так сказал. Вот, но даже дойдя до этой точки, история не заканчивается, потому что ресурсы, которые были, они потихоньку заканчиваются, но монетизация, она, по сути, только начинается, и как она пойдет дальше, еще неизвестно. То есть, какой там это этап пути героя, Александр, подскажите, я не знаю, но это когда ты шагаешь в неизвестное, в очередной раз, уже там в четвертый или в пятый. Это долина смерти, погружение в бездну. Да, да, да. И оно уже начинает тебе нравиться. Ты не знаешь, что там впереди, но ты, черт возьми, идешь туда и делаешь, и делаешь все, что ты можешь, и даже больше, чтобы не помереть там, да, чтобы выйти победителем в итоге, изменившись и перейти там на какой-то следующий уровень. Вот, поэтому сейчас мы активно работаем. Я уже не работаю над проектом один, у меня есть команда, у меня есть кофаундер, который помогает, занимается возможными всякими организационными вопросами, всеми такими вещами. У меня есть дизайнер, у нас есть СММ, который занимается там продвижением на запад, мы пробуем туда потихоньку идти. И у меня есть человек, который помогает с вебом. Ну, в общем, куча планов, куча идей, и как-то, ну, в банде это все делать гораздо интереснее, веселее. Хотя, конечно, я там жару задаю всем. Вот, и впереди, конечно, не только тот этап, чтобы заменить то, что уже было сделано, но впереди еще куча всего нового, куча чего хотелось бы дать авторам в дополнение к тому, что уже существует, к тому, что там создано. Хотелось бы про это немножко тоже рассказать. Во-первых, Story Architect закрывает одну очень большую проблему, с которой невозможно было мириться и работать в Ките. Это работа со сценариями сериалов. Вот, он позволяет авторам хранить все свои серии прямо внутри одного проекта. У тебя здесь есть все персонажи, все подсказочки, все это вылетает. Сейчас это все работает. То есть, ну, в этом плане Старк уже гораздо дальше, чем Гид. Но в будущем я хочу добавить возможность не только это все хранить, но и более технологично этим управлять, чтобы автор мог работать со всеми этими сценариями как с единым целым. То есть, не просто работая с эпизодным планом, например, там, и с карточками какой-то серии, а работая с карточками сериального плана. То есть, когда ты видишь весь сценарий перед собой, ты видишь каждую, все серии, весь сериал, ты видишь каждую из серий, и ты можешь как в хронологическом, так и в порядке, в котором сцены идут на экране, работать со всеми этими вещами. Ты можешь смотреть, как двигаются арки героев твоих по всем твоим сериям. Ну и, конечно же, по одной серии, если работаешь над полнометражкой. Плюс, кроме сценариев одних, Старк позволяет будет работать с комиксами, с пьесами, с прозой. Например, есть идея, и ты хочешь, ну, ты написал роман, ты хочешь написать сценарий, без проблем загружаешь Старк, здесь твой роман, добавляешь сценарий, и у тебя уже рядом все твои персонажи, все твои локации, вся твоя история, все разработки мира. Ты просто дополнительно рядом к своему роману пишешь сценарий такого плана вещей. Потом, конечно же, возможность работать в группами. Сейчас так или иначе все там переходят в облака, и наравне с Word, еще одним конкурентом на российском рынке у Старка, теперь это уже Google Drive с их облачным редактором документов. И мы, конечно, будем с ними драться в этом неравном бою. И возможность работать командами и видеть, ну, иметь не только инструменты для работы там авторов, но инструменты для работы координаторов, руководителей этих команд, чтобы видеть, как движется проект по нарастающей, я надеюсь. Вот. Но кроме инструментов для просто работы там с текстом, работы с историей, каких-то штук, которые помогают улучшить содержимое, мы также планируем запускать проекты, которые помогают продавать, например, сценарии. Мы хотим в следующем году уже, скорее всего, запускать платформу, на которой можно будет оформлять, по сути, пич-деск ваших проектов, то есть делиться сценарием. Ну, как вот есть все эти платформы для хостинга сценариев. Ты можешь выложить сценарий, если ты не боишься, что твои авторские права будут украдены туда. И там любой человек, в принципе, по запросу может почитать ваш сценарий. И мы хотим сделать такую же вещь, которая будет интегрирована вместе с твоим приложением, в котором ты ежедневно работаешь. Ты хочешь отправить какой-то проект, чтобы его кому-то показать. Но, например, ты можешь отправить PDF-ку. А если человек будет смотреть на телефоне, то ему будет неприкольно читать твой сценарий, потому что нужно будет мотать туда-сюда вот так по экрану этот увеличенный PDF. Все с этим сталкиваются. Здесь же ты просто выгружаешь проект. Ты можешь сделать это по закрытой ссылке или в общий доступ, если ты хочешь своим читателям это все показать, какие-то наброски идеи. Отправляешь ссылку человеку, и у него всегда последняя, самая актуальная версия, в которой он может оставлять комментарии, которые он может смотреть с любого устройства, в удобном виде, печатать это все. То есть в следующем году, по сути, мы хотим к прикладному софту, который помогает автору реализовывать идеи, добавить некую экосистему, которая поможет авторам вместе развиваться и как-то продвигать свои проекты. Вот. Ну и кроме этого, конечно, еще куча других не таких масштабных идей, но все они крутятся вокруг одного, вокруг истории, вокруг зерна, вообще всей киноиндустрии и многих других индустрий, которые, я надеюсь, в следующем году увидят свет и будут доступны всем и каждому. Ну, а я потихоньку смогу выйти из этой бездны и буду ждать следующую. Как-то так. Очень круто. Так, сейчас я... Дмитрий, огромное спасибо. Мне кажется, что потрясающая история сама по себе. И то, что... Ну, про проект я вас знаю давно и про то, что вы, судя по всему, хороший человек, который всегда отзывается... Спасибо. ...на какие-то эти самые. Тоже, в общем, я это знал давно. Ну вот. Но то, что за этим стоит такая... Такая драматургия личностная, в общем, честно говоря, я об этом даже не догадывался. Здесь ребята пишут в комментариях, что надо снимать кино. Про вас уже договариваются писать про вас кино. Народ, а напишем коллективный сценарий про Диму. Кто готов? Так что... Круто. Да, у меня даже была, знаете... Был такой прикол, но это больше не история. На Западе все очень боятся всего русского. И, например, чуваки пишут... Ну, я не знаю, сталкивались вы с этим или нет, но я с этим сталкивался постоянно, что он рассказывает, мне все понравилось, но когда я увидел домен.ру, я проверил всеми 28-ю антивирусами сначала сайт, потом программу, которую я скачал, и все работало нормально. Вот. И у меня даже был прикол в дополнение к этому тоже часто... Ну, не часто, особенно первое время, пока еще не было какого-то доверия к этому проекту, люди переживали, что их там сценарии украдут, авторы программы и так далее. И была идея сделать такой ролик, который, типа, показывает, как программа была создана продюсером, который выделил денег на то, чтобы воровать сценарии оттуда. Но главный герой, но главный герой в какой-то момент решает нарушить эти планы, и все меняется. Да. Ну, так, немножко постебать над этим над всем. Может быть, это подаст идею вам, ребят, кто там собирается сценарий писать. Я тоже писал какой-то пост о том, что вот сбежал сотрудник сценарной мастерской, который украл успешные, украл работающие структуры успешных сценариев, и типа, вот торопитесь их захватить, пока молчанов не поменял все структуры. Так что, так, да, ребят, я, те, кто в прямом эфире смотрят, я в чат кинул ссылку на программу, а те, кто будет в записи смотреть, я добавил в описании видео, тоже вы можете пройти, подписаться там на тариф про и оплатить прослушанную вами сегодня историю. Спасибо вам за ваши программы, Дмитрий, вы настоящий старк. Спасибо за ссылку, Александр, сегодня же подпишусь на про. Вопрос, а командный опцион тоже может быть пожизненным, есть такие планы? Нет, пока нет таких планов, там дело в том, что чтобы делать какие-то облачные вещи, нужно арендовать серверы, нужны какие-то мощности, нужна поддержка. И если, например, мы кому-то гарантируем лайфтайм версии, потом, когда закончатся деньги... Их придется вам платить. Да, мы не сможем это обеспечить, поэтому да. Так, Дмитрий, по поводу платформы сценариев, они думали туда прикрутить ИИ, который бы сразу оценивал сценарий, чтобы продюсерам уже просто выбирать? Ну, вообще, я не фанат ИИ. Вот. И те вещи, которые я сейчас вижу, но они довольно слабы. По сути, даже там те сети, которые умеют что-то рисовать, ну, сейчас это прям тренд, они делают по мотивам кого-то там чего-то, формируют тексты по мотивам кого-то чего-то. в чём есть защита авторов от того, что ИИ всё сожрёт, это в авторском голосе. И оценить вот идею, оценить уровень изложения, авторский вот этот вот голос сам, то, как эта история показывается, как она будет доноситься, и, на мой взгляд, очень сложно, если не сказать невозможно. Мне кажется, это невозможно оценить, да? То есть, есть какие-то объективные критерии, там, условно говоря, наличие, там, какого-то количества героев, наличие какого-то количества сюжетных поворотов, да? Но слишком много субъективных критериев. Ну, да. Плюс, как бы, накладывается всегда то, что в мире сейчас происходит. Хотя, хотя нет, есть и вечные темы, тут я, конечно, не знаток, но мне кажется, короче, что ИИ нет. Вот платформу для конкурсов, для каких-нибудь, что-нибудь такое, это, да, и, ну, не знаю, поживем, посмотрим. Мне тоже кажется, что пока что люди в этом смысле работают лучше и гораздо интереснее делать что-то, что объединяет людей, чтобы люди вместе делали что-то. Да, то есть, вот по сути, на самом деле, вот то, что мы делаем, эту сценарную конференцию, да, вот мы собрались, там, 18-19 спикеров собрались и вместе, да, мы что-то создаем и люди, которые слушают этот эфир, они тоже что-то создают, помогают нам создавать что-то своими вопросами, поэтому, так, спасибо, Дмитрий, вы очень позитивный и классный человек. Спасибо, Иван. Живым существом может оценить только живое существо. Так, сейчас, что еще? Есть, ребят, если есть какие-то вопросы, еще задавайте, пока время есть. Еще, так, сейчас, 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 Дмитрий, а нельзя разве для облегчения задачи взять Final Draft и еще какие-то западные программы, изучить их досконально и сделать аналог, заимствовать идеи? Есть ли какой-то смысл в использовании, может быть, опыта, ну, скажем, не Final Draft, а, например, вот у Труби была программа Blockbuster? Ну, на мой взгляд, она намного слабше. Ну, смотрите, во-первых, конечно же, я мониторю все западные аналоги, я смотрю, что они делают и как они развиваются, ну, если говорить про Final Draft, то они почти никак не развиваются, очень слабо. Я, если честно, даже поражаюсь, я, видя то, как много там людей, например, пользуются этими продуктами и как вяло они развиваются и что они, ну, по сути, ни один сценарный софт пока еще не дал авторам возможности работать над многосерийными проектами, то, ну, я просто в осадок выпадаю в какой-то, я не понимаю, как при таком количестве ресурсов и там авторов такой величины невозможно, ну, не создавать вот это все, я не понимаю. Но, конечно же, я всех их смотрю и какие-то там идеи в переработанном, может, виде, а когда-то там и просто беру, что хорошо и что мне нравится и что будет полезно авторам и реализую. А, еще, кстати, хотел рассказать, когда обдумывал это выступление, но забыл такой момент, что у меня ребята часто спрашивают, пишешь там сам сценарий или нет, если, ну, я говорю, что нет, меня спрашивают, почему. Просто у меня в отношении этого проекта такая позиция, что когда ты сам глубоко погружаешься в тему и создаешь инструмент, то он очень сильно заточен будет под тебя, как бы ты не хотел, основное зерно, основное, да, то, что будет внутри, оно будет заточено под твой флоу, под твои привычки, под твои вещи. Ты можешь там что-то рядом добавлять, ну, какие-то идеи, которые тебе нравятся, но это будет все равно другая версия тебя, можно сказать. Поэтому я стараюсь держаться немножко вот так обособленно и рефлексировать по поводу всех вещей, которые я вижу по поводу идей, которые мне предлагают и как-то смотреть на это все с высоты птичьего полета, давая возможность сосуществовать разным подходом и разным идеям внутри единой вот этой экосистемы. Да, это очень правильный подход. Я тоже, кстати говоря, у себя на себе это обнаружил, да, то есть, когда ты сам, допустим, пишешь какого-то рода тексты, да, то есть, ну, в той или иной степени все, что я пишу, оно так или иначе ближе к детективу, условно говоря, к детективу, триллеру, да, чем к комедии. Вот, и если ты слишком держишься за то, что ты хорошо умеешь делать, да, то ты начинаешь и учеников своих под это затачивать, да, а вот этого очень не хотелось бы, вот, и поэтому нужно очень сильно разделять, то есть, то, что ты делаешь и то, что, то, что делают ученики, то есть, то же самое, да, сохранение некой, некой дистанции такой. Ну, да. Отлично, Дмитрий, огромное спасибо, мне кажется, что очень, очень хороший, очень полезный, очень интересный рассказ, и я очень рад, то, что мы с вами пообщались, наконец, общаемся-то мы уже много лет, как-то так вот там, через фейсбук, в комментариях, вот, так сели, сели и поболтали, спасибо вам. Да, спасибо вам. Пока-пока. Счастливенько, всем пока. Все, ребят, пишите, пишите в комментариях много-много-много-много-много спасибо, Дмитрию. И улыбки, улыбки у всех, чтобы были. Котики, котики. Котики, да. Да, ну, про кота, это, я не знал, честное слово, про это. Очень приятно. Спасибо. Счастливо. Счастливо.